Всем привет! Сегодня у нас с вами будет видео о косметических покупках. Так как собралось очень много всего, то я вам покажу и декоративную косметику, и уходовую, и три средства уходовых для волос. И также вообще совершенно новое средство. В моем арсенале еще такого не было. Знаете, мне настолько оно сейчас нравится. Я думаю, ну как можно было все эти годы проходить мимо? В общем, я надеюсь, что я может кого-то тоже вдохновлю на эту покупку, или просто может кто-то тоже не знает, как и я, о существовании вот такого классного средства. В общем, давайте начнем с тональных основ. Тональные основы я очень люблю. Последние годы пользуюсь постоянно лореалевскими. Они мне очень нравятся. Но сейчас мне захотелось чего-то новенького на лето. Зашла я вчера в магазин и хотела потестировать вот этот новый, как он уже не новый, тональный крем от Guerlain Jolie Tan, который там как-то солнце под кожей и так далее. Нашумевший такой продукт в последнее время. Ну, зашла я в этот магазинчик, а там Guerlain вообще нет. У меня, значит, продавщица вот вручила два вот таких вот пробника от Dior. Говорит, вы попробуйте вот эти, может быть, вам понравится. Ну, я взяла, конечно, почему бы нет. По 3 мл. Хорошая вещь. Вот. Сегодня у меня на лице вот этот вот. О, боже. Taint Hote Perfection Tenue Extreme. Sublimateur de Pau. Вот как-то вот так. Вот такой вот. Что мне здесь нравится, тут у них, представляете, SPF 35 и Shine Control. В общем, то, что мне надо, потому что у меня кожа, конечно, постоянно блестит, блестит. И мне не хочется, знаете, иметь такую тоналку, которая будет полностью лицо матировать. И оно такое будет безжизненное, какое-то матовое. Мне этого тоже не хочется. Вот. Хотя, наверное, на моей жирной коже вообще никакая тоналка не будет полностью матовой. В общем, вот такой вот маленький, хорошенький. Сейчас мы его нанесем. В общем, он у меня сегодня на лице. SPF 35. Это вообще, конечно, супер. Вот так вот все это выглядит. Очень такой мягенький. Очень хорошо распределяется. Абсолютно без никаких вот этих светоотражающих частичек. Вот. Покрытие, я бы сказала, такое от легкого до среднего. Вот. Вообще хорошо мне подошел этот цвет. Это у нас 0,20 цвет. Мне нравится. Вот. Выглядит неплохо. Сейчас уже вечер. Конечно, я уже опять блещу. Но ничего. Вот. А второй у нас, значит, такой. Taint Eclat Effect Pour Nude. В общем, нюдовый эффект Skin Glowing Makeup. Вот. Значит, Glowing. Это уже, значит, идут здесь, наверное, отражающие частички. Номер 0,30. Сейчас мы его нанесем рядышком. Этот потемнее похоже. Вообще, кто-то из вас пользуется от Dior вот этими какими-нибудь? Напишите, пожалуйста, тональными основами, как вам они нравятся. Я вообще от Dior косметику очень люблю. Да, видите, этот темный какой, зараза. Вот. Не знаю. Так ничего не понятно. Только видно, что очень темный цвет. Но ничего. Как-нибудь дома попробую. Если будет что-то стоящее, обязательно вам расскажу. Расскажу. Так. А вот этот вот я купила на сайте HSE24. Мой любимый телешопинг. Американская фирма Ready to Wear. Как-то так. Skin Perfection Serum Foundation. В общем, что мне здесь нравится. Это вообще отличная вещь. Стоит в два раза дешевле, чем Dior или Guerlain. Да, ровно в два раза. Но это идет, значит, тональная основа с сывороткой. Все вместе в одном. Вот. Это самый светлый цвет. Единственное, с цветами у них, конечно, лажа. Потому что вот это вот самый светлый. Смотрите. Он мне в самый раз. Хотя я уже загоревшая чуть-чуть. Потом у них есть Medium, который очень темный. Вот на вроде вот этого. Вот. Видите? Пятно темное. И еще есть еще темнее. Там, я не знаю, для мулаток. Или... Вот. Конечно, это не очень хорошо. Его вот так надо обязательно взбалтывать. Видите? Тут идет как пипеточка. Вот такая вот. Вот. Сейчас мы немножечко нанесем. У меня такой уже был. Но я взяла случайно неправильный оттенок. Вот Medium у меня был. Он был слишком темным. Но я вам не могу описать, как это приятно наносится на кожу. Посмотрите. Оно такое мягчайшее-мягчайшее. Шелковое. Легкое такое покрытие. Отличный делает цвет лица. В смысле тон очень хорошо выравнивает. В общем, ой, пахнет вкусно. Ой, прям шикарно. Такой очень децентный аромат. Легкий такой, но очень вкусный. Вот эта вещь, конечно, за 26 евро просто супер. Так что, если вы живете в Германии, я вот вам прям советую, рекомендую с сывороткой. Это что-то такое вот мягчайшее. Никакой Dior, конечно, вот я вот сейчас смотрю на ощупь, даже рядом тут не стоял. Так, ну и давайте я вам покажу мою вообще находку. Я не понимаю, как я вот до сих пор никогда этим не пользуюсь. Мне же даже, знаете, неудобно говорить. Это термальная водичка. Это супер вещь. Вот первую я купила вот эту за 6,50. Здесь 150 миллилитров. Супер. Просто класс. Для тех, кто не знает, для чего она нужна, здесь очень много минеральных веществ. Она увлажняет лицо, освежает. Особенно, конечно, когда жарко, когда лето. Это вообще самое то. Во-вторых, под любую маску, под любой крем, вот эта водичка, она будет действовать. То есть любая маска, любой крем еще будет лучше действовать на кожу. В общем, это отличная вещь. И просто, когда жарко, вот так освежить, вытащить из холодильника, холодным побрызгать. Это просто супер. И цвет кожи становится более отдыхнувшим. В общем, не уставшим, не коричневым. В общем, отличная вещь. Вот. А сегодня я купила еще вот такую, потому что я прям вот в восторге, знаете. Вот у меня бывает какой-то бзик на что-то. И вот мне сразу нужно две от разных фирм. И мне интересно их сравнить. Вот вторая от Авены. Обе покупала в аптеке. Кстати, в Германии тоже, если аптека побольше, то цены у них пониже. В общем, отличная вещь. Эту еще не пробовала. Это супер. Сейчас я вам покажу. Значит, я ее буду сейчас тоже использовать под маску. Перед тем, как нанести на чистое лицо маску, раз, попшикал, побрыскал сверху маску. И эффект от маски, ну, не удваивается, но становится еще лучше. Вот. Сейчас я вам покажу, как все это распыляется. И, кстати, что мне нравится, это можно все дело брызгать на лицо, даже когда вот при полном марафете, как я сегодня. Вот давайте попробуем. А-а-а! Вот вы видите, она прям... Ой, приятненько-приятненько. Прям вот распыляет очень хорошо. То есть не бьет какая-то струя. Сейчас немножко буду блестеть. Ну, ничего, она сейчас быстро высохнет. Вот приятно. Прям очень приятно. Я представляю, летом это вообще будет... Вот. Я вчера даже пришла такая на радостях. Муж сидит за компьютером. Говорю, давай я тебя побрызгаю. Посмотришь, какой эффект. Ну, в общем, я очень довольна. Приятное ощущение. Да еще и полезно для кожи. Вы почитайте про термальную воду в интернете. Там столько всего хорошего написано. Вот. Так, значит, потом декоративная косметика. Купила вот, как обычно, вот такие вот матирующие салфеточки. Потому что блещу с любым тональным, с любой матирующей пудрой. Блеск идет просто страшный. Поэтому вот несколько раз в день, буквально через час, после того, как я нанесла уже макияж, обязательно вот это мне нужно. Я всегда покупаю или Катрис, или Эссенс. Вот. Тут у меня и то, и то. Потом из вот этой вот... Из вот этой другой декоративной косметики, значит, у меня здесь Арт-Эко. Perfect Tint Concealer. Вот такой вот взяла. У меня, знаете, с консилерами постоянно что-то не то получается. В общем, этот слишком легкий. Он мне ничего не перекрывает. Мои темные круги под глазами как были, так и есть. Так что я его подарю своей подруге. Ну, давай, вылезай. Абсолютно он мне не подошел. Это третий оттенок. Оттенок хороший, такой лаксовый, розоватый, светлый. Вот он. Но не советую. Советую только тем, у кого вот совсем, вот практически никаких синяков под глазами нет. Вот тем подойдет. А так это очень-очень легкое покрытие. Для блондинок каких-нибудь, наверное. Ну, в общем, пойдет моей подруге. Так, потом у меня здесь три средства для губ. Вот они. Значит, первое. Астер. Вот этот вот Soft Sensation Lip Color Buta. Они мне нравятся. Телефон созвонил, я извиняюсь. Они мне нравятся, потому что они абсолютно не сушат губы. Абсолютно. И выглядят, вот он у меня сегодня на губах. Выглядят очень так, увлажненно выглядят губы. Очень красиво. Вот. Как блеск практически. Это, кстати, новый у них оттеночек вышел. 034. Davy Plum. Supreme Care. Вот действительно, они ухаживают как-то за губами. Очень приятное ощущение. Вот видите, очень красивый цвет такой, натуральный. Сейчас мы его сюда нанесем. Вот такой вот. Очень хороший. Мне нравится. Прям я довольна. 5,85 у нас стоит. 5,85 евро. Вот. Второй оттеночек. Это Catrice. Я вообще очень люблю вот эти вот тоже карандаши помады от Catrice. Мой любимый оттенок был 80-й до сих пор. А тут я вот увидела вот этот вот новый такой, видите, розовенький вышел. И я решила взять его, потому что он очень похожий на 80-й. А тот такой светло-светло-персиковый. А этот немножечко понасыщеннее, 20-й номер, этот понасыщеннее и поблестючий. Вот такой вот. Смотрите, какой розово-персиковый. Интересный, да? И блестит красиво. Вот. На лето самое то, когда загар, когда мало косметика, когда только чуть-чуть глазки накрашены. Или там вообще солнечные очки и ничего не накрашено. И вот такие вот губы. Так, сейчас давайте мы его нанесем на губки, чтобы вы видели, как это все выглядит. Не на руке, а на губах. Зеркальце принесла. Но вот эти вот от Catrice по качеству, они мне даже чуть-чуть больше нравятся, чем те от Aster. Не знаю почему, они еще дольше держатся на губах, в смысле вот это вот приятное, увлажняющее, увлажненное ощущение держится еще дольше. Aster где-то через часа полтора уже как-то, ну не то, что суховат, но я уже чувствую как-то не очень комфортно себя, потому что у меня губы очень сухие. Вот такой вот оттеночек. Интересный, да? Блестит? Или очень слишком сильно блестит? Не знаю. Но мне нравится. У меня просто сегодня глаза сильно накрашены. Интересный. Игорь Негода. 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 Игорь Негода.